На этой неделе синоптики прогнозируют теплую погоду. Самое время для весенней уборки и подготовки к активному ремонту городских дорог. 752 миллиона на 33 городские улицы и один заездной карман. Асфальт в Чебоксарах продолжат укладывать по программе качественные и безопасные дороги. Сейчас администрация уже заключила 4 контракта с исполнителями. При ремонте дорог в 2018 году будет применяться положительный опыт прошлого года, то есть многоступенчатая система контроля захода в выполнение ремонтных работ, а именно специалистами технодзора МБУ управления ЖКХ благоустройства, специализированной организацией строительного контроля, также инструментальная проверка передвижной дорожной лаборатории и представителями общественных комиссий. Благоустройство коснется и частного сектора. Как и в прошлом году, дороги там засыплют асфальтовой крошкой. Я обращаюсь к нашим депутатам, поработать с нашим населением, по кругам и пойти по этим улицам, пройти у кого они есть и еще не засыпанной крошкой, провести беседу с нашими жителями и попытаться этот вопрос решить. Софинансированием, объяснить, что такое софинансирование. Из-за прошлого года за 14 миллионов рублей, которую постелили, сумма была где-то 14,6 миллионов рублей. Сумма софинансирования составила всего 400 тысяч. То есть, в принципе, цены очень даже, стоимость софинансирования, условия очень щадящие для населения. Строг сдачи работ по договорам до 1 октября. Начнут активные дорожные работы, как только позволит погода. Тем временем, синоптики прогнозируют тепло уже на этой неделе. Снег сойдет и можно будет приступить к весенней уборке. У нас на сегодняшний день несанкционированных свалок по территории города Шебоксары порядка 100. Где-то 2500 кубических метров мусора нужно будет вывести. Время от времени у нас появляется. Но, как Валерий Анатольевич говорил, мы еженедельно проводим контрольные проверки два раза в неделю, в понедельник, в пятницу, для того, чтобы территория города не была захламлена. В конце этой недели православный мир встретит светлый праздник Пасхи. Главные торжества состоятся в храмах, церквях и монастырях, где в течение всей страстной недели, вплоть до 8 апреля, будут проходить богослужения. Торжественные литургии и крестные ходы запланированы в ночь 7 на 8 апреля. Традиционно эти мероприятия посещают более 6000 баксарцев, однако мы предполагаем, что в этом году это количество может возрасти до 10 тысяч. Возле двух соборов, а также храма новомучеников и исповедников российских установят пасхальные арт-объекты. В парке Николаева и Амазония 7 и 8 апреля запланирован пасхальный фестиваль. Тематические мероприятия организуют в учреждениях образования и культуры. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.